Все для клева, это клева, реки, озера и душевный покой. На рыбалку едем мы снова, дедушка Днестр ждет нас с тобой. Приветствую вас, друзья, вы на туб-канале Все для Клева. Сегодня мы с вами попытаемся проехать за четвертым чеком на Днестр, так как единственная дорога, которая соединяет с Днестром, это вот эта, которая проходит именно через чеки, а чеки в аренде. И получается, что за ту дорогу, за эти 4 километра полевой дороги, по которой нужно проехать, хозяева этих чеков, которые арендуют, арендаторы, снимает с рыбака 100 гривен. Я считаю это абсолютно несправедливым, потому что, честно говоря, если вы знаете, напишите в комментариях, вы кого-нибудь видели в Одессе платные дороги? Если да, то напишите где и как они выглядят. А я вам покажу сейчас, как выглядит дорога платная, да, которая есть в маяках, за которую арендаторы берут 100 гривен. Сейчас мы подъедем, наверное, получше. Это еще пока бесплатная дорога, вот, а сейчас подъедем прямо к чекам, и там, на проходной, с нас потребуют 100 гривен. Ну, с нас может потребовать. Да, как это не потребовать? Потребовать, они же со всех втребуют. Да они увидят тебя и... Да, меня увидят. Ну и что, что я не такой же человек, как все остальные? Такой же самый. Две руки, две ноги, одна голова. Что? Что не так? Просто многие не хотят бороться за свои права, и этим пользуются всякие мошенники. Но это, что надо пресекать, нужно объяснять и показывать, как нужно правильно вести себя, вот, с такими вот вымогателями денег, которые на ровном месте, за воздух, да, берут деньги. Вообще даже никого нет. То есть, грубо говоря, вот сейчас нам налево надо. Да. Не за проезд Днестру, за стоянку автомобиля на речке Днестр. О! Поплата за стоянку автомобиля. За стоянку автомобиля на реке Днестр? Да, на территории кооператива Днестровья. Не на реке Днестровья, как на реке Днестровья. Так вы же только что сказали, на реке Днестровья. Ну, хорошо, оговорились, да? Ну, естественно, на территории кооператива стоимость стоянки 100 гривен. Правильно. У вас там есть стояночка, когда люди приезжают, например, ехать на лодке, выходить на Глобоке Турничук. Они оставляют машину, и там может быть 100 гривен, она стоит. И вот тут, на пяточке, вот здесь вот, когда вокруг за четвертый человек объезжают. Смотрите, вот нет проезда, то там... Нет, нет, нет. Я сейчас туда хочу проехать, прямо на Днестр. Там дальше идет просто берег Днестра. Там уже нет. Что нет? Там стоянки нет. Вот наша заканчивация, вот смотрите. Так а не надо? Вот здесь вот. Ну, ну, ну. Вот все, вот это вот наша территория, которая вокруг. Ну, правильно, а может дальше же нет. Так правильно, а так мне же надо проехать туда дальше. Ну, так как вы туда проедете, если там сейчас не будет дороги вот здесь? Если там есть дорога, значит, есть дорога. А если там нет, значит, там нет. Значит, люди обычно оставляют автомобиль у нас вот здесь. На углу идут туда пешком. Я тогда сейчас проеду, посмотрю. А потом продолжим разговорить со штуком. Они берут не за дорогу, а за стоянку. Они это так аргументируют. Да, но они берут деньги за стоянку. Зачем мне ихняя стоянка? Мне она не нужна. Мне нужен проезд на Днестр. Больше мне ничего не надо. Вот тут вот ехать с Днестра. Оставляет нам. Вот эти 4 километра 100 гривен стоят. А проехать вот двумя машинами, конечно, невозможно. Когда она сухая, конечно, здесь проблем нет проехать. И, честно говоря, я тут даже вот еду и не вижу. Тут вообще грейдер когда-нибудь проходил вообще. Вот по сути, чтобы понимать, за что берутся деньги. Сказали, за стоянку. А, за стоянку. Опять-таки. Но ведь я еду по дороге, мне не нужна стоянка. Сейчас поедет, посмотрит. Да. Он сказал, что там на пятачке, когда заканчивается дорога, расставляется машина, и идут пешком. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, где они там расставляют машину. Мне просто интересно. Потому что раньше мы проезжали нормально за четвертый чек. Никаких проблем не было. Что они сейчас придумали, мне просто интересно. Стоянка 100 гривен. Хорошо. А как она определяется? А, не определяет. Вот 100 гривен. Это в час, в день. Как вообще? Что это за цена 100 гривен? Мне непонятно, что это вообще. Честно говоря. И как осуществляется охрана машины? Ну, сейчас мы это посмотрим. За что 100 гривен? Там ведется видеонаблюдение. А? Там ведется видеонаблюдение. Так, наверное. Ты что, охранник, когда на мотоцикле ездит сюда, проверяет машину? Как они охраняют машину? Сейчас проверим. Мне самому интересно. Ну, вот, в принципе, мы приехали. Посмотрите. Вот они говорят о том, что вот тут где-то мы добрались до этого места, которое указал охранник, где находится стоянка. Как он показал на схеме, эта стоянка располагается на углу 4-го чека возле поворота на реку Днестр. Он указал, что деньги берутся именно за услуги стоянки. И стоянка находится именно на этом месте. Но по факту стоянки здесь нет. Это просто такая схема выманивания денег у рыбаков, тех рыбаков, которые хотят половить на Днестре. Сейчас вы увидите якобы стоянку, за которую берутся реальные деньги. Стоянка. Вот поворот на 4-м чеком. Вот чеки заканчиваются. Ну, а где тут стоянка? Нет стоянки. Все, вот это вот. И территория вот здесь заканчивается. Все, вот тут. Вот на этом кусочке. Где-то никакой стоянки. Вот люди за 4-м чеком себе спокойно вырыбачат. Сейчас узнаем вот эту парню. Добрый день. Вы что, наш подписчик Сергей Флёвов? Да, здравствуйте. Ничего, что мы поснимаем? Конечно. Скажите, пожалуйста, вы тут что-то поплатили за стоянку машины? За стоянку нет. За вход забрали. Сколько? 103. А что-то дали какой-то чек? Да. А можно посмотреть? Да, сейчас у нас парню. За вход, да? Да. Раньше не брали, сейчас опять. Ну, сначала брали, потом не брали, сейчас опять начали брать. Сейчас опять начали, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Чек у тебя еще там? Покажите, пожалуйста. Здравствуйте. Да не вопрос. Мне Александр зовут. Тимофей. Очень приятно. Просто интересно, за что они взяли с вас деньги? То есть, как бы, вот там вот их территория заканчивается. Вот. Вот у чеки. Они мне объяснили, что здесь есть какая-то у них стоянка, на которой они... Вот такой вот. Можно ли в руки возьму? Да. Разве пропуск? Давайте поближе посмотрим на этот кусочек бумаги, за который рыбаки заплатили деньги. Как я вижу, это просто разовый пропуск, распечатанный на принтере, без печати предприятия, который, скорее всего, нужен для учета проезжающих машин, но точно не как документ, определяющий хоть какую-то оплату чего-либо, включая даже липовую стоянку. На этой бумажке нет суммы, которую нужно заплатить. Это настоящий развод рыбаков. Кстати, в прошлом году мы снимали видео именно на этом месте, за четвертым чеком. И проезжая через пропускной пункт чеков, нам также дали такой же талончик, и дал его этот же охранник. И выдавал он его нам бесплатно. Но уже после на Днестре приходил аферист и с грозным взглядом вымокал деньги. Небольшой фрагмент я включил в это видео. Смотрим. Сюда на глубокий? Нет, на Днестре. Так на Днестре туда или сюда? Нет, туда-туда. А, сейчас отолочек выпущу. Да-да-да. Отолочек что? Просто. А, просто, да? Давайте. Знаешь, как у нас на речку. Понял. Так они и раньше выпустили. Все, спасибо. Всего хорошего. Всего. Номер машины, талончик. Здрасьте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Как вас зовут? Саша тоже Александр. О, тезка. Номер машины, талончик и 200 гривен. А 200 гривен за что? За то, что проехали по платной территории, которая находится в аренде. Ну, еще раз. Которая платная территория, которая находится в аренде сельского совета Маяки. В аренде сельского совета Маяки. Что-то вы сейчас сказали какую-то билиберду, честно говоря. Смотрите, вот проходная есть. Проходная, которая мы заезжали. Где дали на чек? Да, да. Вот эта дорога прямая. Это находится их дорога, а вот эта дорога, которую вы повернули, это в аренде сельского совета. А где вы видите дорогу здесь? Покажите мне. Сейчас. Да. Где ты на работе? Что-то стоит. Да, да, Манн, давай, что быстрее, что стадо? Нет, да, да, все. Я просто хочу показать, где тут дороги. Все, хорошо, Манн. Так, короче, снимайте шоу, быстрее давайте, у меня время я с вами. Вот эта дорога, вы поняли, да? Смотрите, я еще раз вам говорю, отказ платить, я пишу, что отказ платить, больше вы сюда не заедете, и все. Вас сюда не пропустят. Пишите, что мы не собираемся платить, и мы по-любому сюда приедем, и посмотрим в следующем видео, как мы сюда приедем. И никаких проблем не будет, поэтому, ребята, если вас тут будут пугать вот такие вот Александры и другие товарищи, не ведитесь на эту херню. Не ведитесь. Все. Да, да, я расскажу. Что, Александр, я был в августе вместе. Смотрите, знаете, почему, как это все? Да. Вот та проходная, вот та проходная есть. Так. Вы без разрешения охраны сюда не въедете. Почему это я не въеду? Потому что на их чеки вы можете, а на речку стану я, там на проходной. А вы что, тут на реке, у нас на реке, что рыбалка платная? Не река, я за то, что вы будете проезжать по платной территории, которые платят аренду за эту территорию. Какую аренду? Аренду какой? Территорию какую аренду? Аренду чего? Если вам что-то не понравилось, что-то не доходит к вам, в сельский совет, и там вам все объясняют. Кому конкретно? Мэру. К мэру сельского совета? Сельского совета, да. И вам? В голове селищно рады. Значит, чеки, заезжаем на чеки и проезжаем вдоль чек, там, второй, третий, четвертый, и выезжаем на реку. На Днисср. На Днисср. В сторону Старого порта, вы поняли? Да. Вот там ходит человек и требует с рыбаков по 200 гривен. Так. Вопрос. Он говорит, он все время ссылается на вас. Как на меня? Ну вот именно на вас ссылается. Говорит, вот обращайтесь в голове селищной рады, я вам потом покажу на видео. Шановные рыбаки, никому ничего не платить, никакие деньги. На жаль, сегодня наши рыбаки всего не понимают. Вот не знаю, чому платят деньги. За что? За что? Сьогоди мы, вы же знаете, вы можете поднять, пожалуйста, архив нашего сайта, было моё звернение сегодня к голове. Вот. Чтобы они никому никто не платил деньги. Вы же закон знаете, но, на жаль, сегодня все платят. Не знаю, не понимаем, почему. Какая сельская рада, нет сегодня никаких официйных и законных подстав заключать будь-якие договоры на использование земельной дельянки вдоль речки Дністер категории водно-болотного. Рыбалка. Не понимает. Количество снастей, весь село подлежит обязательному контролю. Разве пропуск при выезде обязательно мусор не выбрасывать? Так я не понимаю, за что тут? Разве пропуск? Что это? Это вообще непонятно, что это. А цена где? Трудный вопрос. Цена 100 гривен. Цена 100 гривен. А за что? Вот это да, красавцы, блин. Понятно. Спасибо. Ребят, подскажите, вы платили что-то, чтобы заехать на Дністер? А сколько? 100 гривен? У нас YouTube-канал все для клюва. Не смотрите нас? Нет? А можете показать бумажку, которую вам дали? То есть вы, по сути, приехали на Дністер по ловить рыбу, правильно я понимаю? Вот. То же самое. Разовый пропуск. На что? Куда? На Дністер? Вот непонятно, что это такое. Да, красавцы. Вы же не иначе, как я правильно понимаю? На Дністер. На Речку. Все, понял вас. Спасибо большое. Друзья, мы посмотрим, сколько таких машин заехало, просто ради интересов. Сегодня у нас суббота, да? И сейчас запрет. По сути, рыбаков не должно быть много. Но, посмотрим, сколько таких есть. Дорога есть здесь. Ну, сухая, конечно. Ну, есть. Где вот эта дорога? Про эту дорогу? Но он говорил, что там дороги нету. Что там пятачок, и там машины все стоят, и все идут пешком. Да. Ну, по сути, он не понимает, что он вообще говорит, честно говоря. Вот мне такое складно с ощущением, что человек говорит о чем-то таком вообразимом, который сам не знает. Ему просто сказали, наверное, так говорит. Вот он так и говорит. Действительность немножко другая. Так. Это третья машина, получается. Вот это четвертая. Вот это четвертая. Пятая. Ну, не знаю, дальше есть смысл ехать, нет, потому что там... Раз увидим, посмотрим. Добрый день. Ютуб-канал, все для клевого. Расскажите, вы сюда, когда заезжали, деньги платили? Да, сто гривен. Сто гривен? По чеку, да? Дали вам чек? Да. А можете показать? Ну, зачем? Просто интересно посмотреть. Просто я считаю, что это незаконно брать с людей деньги за реку Днестр, что они помогают сто гривен. Как вы считаете? Ну, там, конечно, что это не правда. Ненормально, да? Ну, да. За что? Вот за что вас взяли сто гривен? Вот как вы думаете? Ну, вот вы взяли с кармана, вытащили сто гривен, отдали. Объясняю, что за проезд. За проезд, да? По их территории или что? По их территории. Ну, как бы, да. Так, ну, дальше говорят, что больше никого нет. То есть, по сути, вот четыре машины за четвертым чеком стоит. Все, больше там нет. Ага, ну, такой же самый, да? Вот он, чек. 19,47. То есть, тут тоже не указано ни, да, ни цена, ничего нет. Просто написано три рыбака, что у вас трое. Да. А. И все, и больше ничего нет. Номер автомобиля, время заезда. Все. Вот такой чек. Спасибо большое. Сейчас мы выезжаем с Днестра, да, в границе четвертого чека. Вот он, четвертый чек, вот он, впереди. Вот. С правой стороны оттуда мы приехали. И с этой стороны тоже есть дорога. То есть, она кольцевая, по сути. Он говорил, охранник говорил, что вот где-то здесь на углу есть стоянка, на которой все оставляют автомобили и идут пешком к Днестру. И вот за эту стоянку они берут сто гривен. Я так правильно понял. Ты тоже так понял? Ну, давай попробуем. Посмотрим с этой стороны. Может быть, где-то здесь есть действительно стоянка. Хотя я знаю, что тут узкая дорога и ничего нет. Никакой стоянки здесь никогда в помине не было. Ну, в принципе, так и есть. То есть, даже ехать смысл туда нет. Это люди, которые реально остановились ловить именно на чеках. Поэтому, как бы, по ним проблем нет. Они тут платят деньги. Они платят деньги за рыбалку в этих чеках. То есть, тут проблем нет никаких. И я ничего не имею против. То, что они тут зарабатывают деньги, наверное. но меня интересуют только те люди, которые рыбачат на Днестре и почему они должны платить 100 гривен. За что? Вот это мне непонятно. И с этим я хочу разобраться. Ну, как видите, друзья мои, тут нет никакой стоянки. Поэтому охранник лукавит, говорит неправду. Зачем он это делает? Зачем он кого-то покрывает? Я вообще не понимаю. нет здесь никакой стоянки, за которую нужно платить 100 гривен. Поэтому если он вам так будет говорить, что вот за стоянку на их территории, то здесь нет их территории, на их территории стоянки для того, чтобы ловить на Днестре. Вот таким вот вариантом. Вы поняли, да? то есть по сути они берут деньги 100 гривен за проезд по дороге на Днестр. Но извините меня, если посчитать, что за 4 километра обретено на 100 гривен, я вам скажу больше. Я как-то ехал за этой машиной в Германию и ехал по автобану польскому, платному польскому автобану. Он от Германии до Украины 900 километров. Я заплатил 9 евро. Так там автобан, извините меня, там широченное четырехполосное движение, там освещение, там туалеты, душевые, там инфраструктура. Да? И вот за это все я плачу 30 гривен за 100 километров. Да? 30 гривен за 100 километров. А здесь 4 гривны, ой, 4 километра 100 гривен. Нормально вообще? Это что, я еду по золотой какой-то трассе или что? С бриллиантовыми баригами? За что здесь 100 гривен платить? Я понимаю, что если бы тот человек, который я организовал вот эту дорогу, да, для таких рыбаков, как я, на Днестр, и сделал бы символическую плату, там, в 10 или 15, в 20 гривен, хрен с ним. Я бы еще понял, и даже бы не занимался бы этим, не снимал бы это видео. Как бы, ну ладно, я прекрасно понимаю, что вам надо там на какой-то там грейдер мифический, который должен убирать эту дорогу, там, ровнять. Хотя я по ней проехал, я не видел там, чтобы следов даже этого грейдера, чтобы где-то, чтобы это было там идеально выровнено, там, и так далее. даже если допустить тот факт, что вам нужно выравнить дорогу, пусть это будет так. Ну, не сто же гривен с человеком, елки-палки. Побойтесь бога. Ладно, сейчас посмотрим, что скажет этот охранник. Это тоже интересно. Сейчас узнаем, почему за 600 гривен? Дайте тут чек, который есть у вас. Вот он, да? И где тут написано 600 гривен? А что должно быть написано 100 гривен? Есть чек. Ну, покажите, у него же нету его. У него же его нету чека. У него кроме этой бумажки ничего не давали, правильно? Ну, вот. Все, регистрация, пожалуйста. Это последняя машина, которая сейчас заехала. Просто тут номера не будет. Вот он и чек, они все. Так у него же его нету. Хочешь, он всегда, я пробиваю, всегда мне шутки. Что? Ни одного нету этого чека. Вот этого, ни одного. Вот этого нету. Правильно, они все вот здесь. Все. Все вот там. Сегодняшние? Ну, а какие же еще? В себе бабки забирай, или что? Нет, сюда заходить не надо. Хорошо, ладно. Нельзя, значит, нельзя. А покажите тот чек. Тот. За стоянка автомобиля. На территории кооператива. так же, как я вам говорил. Там же нет стоянки. Там есть, ну вот так нету, я проехал вдоль и поперек, там нету места стоянки. А вот на этом пятачке, раньше все люди, когда там не было проезда, раньше они там... Там есть проезд. Откуда он взялся тот проезд? Он там и был, в прошлом году он был. В прошлом году, а сколько лет началось этот проезд здесь? Ну, при чем есть это? За что вы берете деньги? За стоянку. Ну, это же услуги, эти услуги, их нет. Каких нет? Ну, стоянки нету, да. Человек просто проезжает по вашей дороге и едет на Днестр. Все, больше ничего ему не надо. Ну, пообращайтесь на Бачо 86, подъезжайте туда. Вы уже позвонили ему, сказали? Нет, это на хрен я буду звонить. Ну, что, он же не работает сейчас. Подъедьте к нему на Бачо 86, знаете. Нет, хорошо, я вас понял. Просто я хочу, чтобы вы понимали, что это незаконно, то, что вы делаете. Потому что вы объясняете людям о том, что у вас тут какие-то споруды гидротехнические, о том, что еще какие-то придумываете истории, но это... Написано у них, что у них гидротехнические сооружения, вот это все называется, они сказали, что гидротехнические сооружения. Ну, и что? На них рыбалка запрещена. Ну, так ОМОН не ловит на них. Ну, так правильно, а сколько там от берега должно быть? Вообще проезд через них. Смотри, я просто вам объясню. Я понимаю, за что вы видите. Я хочу, чтобы вот эти люди, которые смотрят сейчас видео, чтобы они знали тоже, что гидротехнические сооружения, они, если они есть, да, если есть гидротехнические сооружения, то на них запрещено. Запрещено. Но если на них разрешено за деньги, значит, проехать возле них тоже можно. Не знаю. Вы понимаете? Я понимаю, за что вы. Все. Вот поэтому, ребята, не платите. Едьте на Днестр, не платите. Не платите. Это все вот это. Если не будет машина стоять на территории оператива. Если не будет стоять. Правильно. То есть проезжайте по дороге на Днестр и не нужно стоять на территории оператива. Там места есть. Там всегда мы стояли и никаких проблем не было. Да, кстати, 100 гривен. Это как понять? В час, в сутки. Вот 100 гривен у вас стоит... Стоянка. Стоянка. Ну, на сколько? Не знаю. Но вообще-то практика четверо может стоять. Практика такая, что людям говорят, в час, например, 100 гривен, 10 гривен, 20 гривен. А у вас что это? У вас просто стоянка можно на трое суток заехать там стоять. Хоть на четверо там стоять. В общем, вы поняли, да? Если вы едете на Днестр и не оставляете машину на территории, не оставляете на территории машину, значит, не нужно платить. Вы на Днестр? Вы? Да. На Чайке. А, на Чайке? Понял. Вопросов нет. В одном из видео мы обязательно поговорим с директором этого предприятия, который поставил задачу собирать эти деньги, 100 гривен, за проезд к Днестру. Очень надеюсь, что он даст интервью и объяснит свою позицию по поводу сбора этих денег. Но призываю вас, друзья мои, не платить. Это все незаконно. арендатор, с которым я сразу же связался, обещал встретиться и объяснить ситуацию, за что он берет деньги. Но прошло две недели, я специально не выпускал это видео, хотел, чтобы на нем были объяснения этого предпринимателя, но, к сожалению, этот человек обещания свои так и не сдержал. Это также косвенно говорит о том, что его действия незаконны и он не может объяснить причины, по которым берется плата. Поэтому, друзья, делаем вывод. Если вы едете ловить на Днестр и с вас требуют деньги за мистическую стоянку, то это незаконно и платить эти деньги не стоит. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Все для Клева. Ну и я прощаюсь с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok